Друзья, всем привет! И мы заметили, как бурно вы отреагировали на наш первый выпуск, посвященный военной автомобильной технике, и не могли не подготовить для вас спецвыпуск. Военно-промышленная компания в рамках форума «Армия-2021» представила самую большую линейку военной автомобильной техники. Именно о них пойдет речь. Ну а перед тем, как начать, предлагаю вам подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. И это канал Маш Ньюз. Андрей, погнали! Сергей Викторович, приветствую! Добрый день! Сергей Викторович, расскажите, что представили? Вижу, техники у вас действительно с лихвой. Ну, в этом году мы еще больше, чем в прошлом году показываем техники. Вот, пришлось дополнительную площадь заказывать. Опять привезли ряд новинок, как, в общем-то, традиции нарушать нельзя. Поэтому, ну, начнем по порядку. Да, давайте. Вот, первая как раз машина, которую мы впервые представляем, как всегда, вот, с конвейера сошла и прямо сюда. Вот, это многоцелевая бронированная плавающая машина, создана нами в инициативном порядке. Вот, дело в том, что с времен создания БРДМ-2 в этом направлении у нас с советских времен до сих пор никто ничем не занимался. Вот, мы решили эту сломать традицию и сделать действительно новую машину. И, на мой взгляд, получилось. Машина с колесной формулой 4х4, плавающая. Мы ее опробовали уже в нашем бассейне. Машина имеет хорошие динамические качества. Объем рассчитан таким образом, чтобы там можно было разместить различные разведывательные оборудования. Оптика электронная, радиолокационная, вот, химической разведки. Вот, сейчас мы постарались воплотить все современные достижения в этой машине. Вот, что касается размещения личного состава, то вместимость до 5 человек в зависимости от устанавливаемого оборудования. Сергей Викторович, у, скажем так, ваших коллег из других компаний, они много внимания уделяли как раз броне, как раз сохранению личного состава, да, на случай, там, подрыва на минах и прочей агрессии, да, со стороны противника. Здесь что предусмотрено для защиты личного состава? Мы не меньше, чем другие компании, выделяем внимание сохранению жизни наших солдат, и в основном, как раз-то, наши машины пока что сохраняют жизни солдат. Что касается «Тигров», «БТР», все прекрасно знают те случаи, которые происходили в некоторых горячих точках. Вот, соответственно, и здесь мы предусмотрели, в общем-то, уровень достаточной защищенности. Здесь лобовая проекция держит 12,7 пулю, вот, остальные, круговая проекция, она на уровне третьего станала. Вот, достигнуто это благодаря применению разнесенной брони, вот здесь стоит разнесенка, вот, поэтому мы вполне обеспечили защиту. Соответственно, обеспечена и противоаминная защита, соответствующая формой днища, вот, установкой сэндвич-панелей на пол. Ну, как все это принято. И все сопутствующие истории, которые действительно сохраняют. Окей, с многоцелевой бронированной плавающей машиной понятно, давайте двинемся к следующим разработкам. Что еще привезли? Многоцелевая бронированная машина «Атлет-Э» – это экспортный вариант «Атлета» нашей новой разработки. Дело в том, что потенциальные заказчики заинтересовались той машиной, соответственно, мы разработали экспортный вариант этой машины. Есть ли не секрет, в чем разница? Разница, в отличие от тех, которые идут к нам, машины, на этой допустимо использование импортных комплектующих. То есть можно ставить импортный двигатель, импортную коробку передач. Такое ощущение, как будто есть где разыграться. Ну, а почему же нет? Раз заказчик хочет, почему не пойти ему на встречу? Ну, как говорится, любой каприз. Окей, что еще у нас есть? Стрела? Легкий бронированный автомобиль «Стрела» показывали в прошлом году. Продолжаем работу по УКР этой «Стрела». Что улучшили? Да, соответственно. Мы пока что ничего не улучшали, машина испытывается. Но мы то, что положено в рамках УКР, создали новую машину в рамках этой УКР «Стрела». Это не бронированный вариант этой машины. Он подразумевается тоже в рамках этой конструкторской работы. Вижу, что здесь указаны на шильдике «Совместный проект ВПК и КБМ МГТУ». Да, совершенно верно. Кто участвовал в создании? Вот КБМ – это конструкторское бюро молодежи МВТУ. Соответственно, наши специалисты. То есть нормальная совместная работа. Действительно ли студенты приложили какое-то решение? Да, именно студенты. Что из интересного? Как я понимаю, это ближе все-таки к гражданскому транспорту? Ну, понимаете, трудно говорить, что такое небронированная машина, многоцелевая, которая должна там в интересах Минобороны, она, допустим, используется как разъездная командирская машина, может, как санитарная машина для эвакуации раненых и доставки их или больных в лечебные учреждения. Может, там, ну, как машина связи и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, ну, направлений действительно много. Да, вот. И, как, в общем-то, это часто бывает, когда, скажем так, машина двойного назначения, которая в первую очередь была, разрабатывалась для нужд военных, она может вполне использоваться в народном хозяйстве. Так было с УАЗиком, так было с Уралом, так было с Зелами и с другими машинами. Давайте двинемся дальше. На самом деле, техники действительно много. Некоторые повторяются, да, вот на примере Стрелы, которая уже была, но это не отменяет всех прелестей. Касательно Тигра. Какие комментарии дадите? Есть ли что-то, какие-то ноу-хау, которые применены здесь? Тигр мы постоянно совершенствуем, если так вот, уже на протяжении, ну, как я обычно говорю, Тигр, который выпускался 10 лет назад и сейчас, это две разные машины. Допустим, у нас используются машины в некоторых горящих точках, где, в общем, запыленность довольно-таки серьезная. Вот. Мы пришли к выводу, что надо совершенствовать систему воздухоочистки, и мы ее сделали современную, чтобы машина работала в тяжелых, запыленных условиях. Она теперь работает. Вот. Это, как бы, вариант Тигра, который мы сделали, вариант баги на базе Тигра. Ну, это такой тяжелый баги. Мы сняли часть брони, соответственно, увеличили грузоподъемность, благодаря которой можно поставить дополнительное вооружение. И если на этой машине 3,72-мм пулемета, один крупнокалиберный, плюс еще укладки для боеприпасов, плюс есть укладки для двух переносных зенитно-ракетных комплексов, есть укладки для ручных, реактивных, противотанковых или штурмовых гранат. То есть это действительно такая серьезная техника. И последняя, я вижу, разработка. Это вездеходная спасательная машина 59037А, выполнена на базе шасси БТР-80, предназначена для производства спасательных и эвакуационных работ. То есть вот нынешнее лето показало, насколько природа она коварна, сколько наводнений. И вот эти вот все легкие машины, которые их там болтают, как угодно. Это нормальная машина с высокой проходиной, плавающая, которая может переплыть эти участки затопления, эвакуировать людей. Здесь и кондиционер, и обогреватель, в зависимости от условий. Сколько людей помещается сразу? Значит, в зависимости от конфигурации, можно до 20 человек посадить. И все нормально. И, кстати, вот эта машина уходит в одну из зарубежных стран. Она уже заказана. Азиатская Тихояна. Оценили, оценили. У них уже они есть. Мы в прошлом году поставили, и сейчас у нас заказ. Азиатская Тихояна. Друзья, на этом наш спецвыпуск подошел к концу. Я надеюсь, что Сергей Викторович ответил на все ваши вопросы, которые возникли касательно военной автотехники. Не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, написать в комментариях, какая из военной автотехники понравилась вам больше всего. Ну, а я с вами прощаюсь. Это канал МашНьюз. Андрей, пока! Субтитры сделал DimaTorzok